Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Это уже для кого-то стало доброй традицией, для кого-то, может быть, наоборот, впервые вы зашли на этот канал и что-то услышали, увидели. Но пусть это будет вас сопровождать в течение не только этого дня, но и в практике жизни станет определенным основанием, что мы можем с вами, опираясь на Божье Слово, делать выбор, идти вперед, не останавливаться, либо, наоборот, не торопясь, задать Богу вопрос и сказать «Господь, я жду Твоего посланничества, я жду Твоего Слова и не хочу его пропустить». И пусть для нас это будет такой постоянный процесс в движении, когда мы не движемся просто по какой-то аналогии. «Я прослушал, я прочитал, я помолился, я пошел, но не вник, не пережил, не стал практиковать то, что я услышал». Вот здесь надо этот мостик всегда строить, строить контакт между услышанным и практикой, потому что если христианство непрактично, от него мало смысла, друзья. Если христианство в практике, то тогда мы ходим в помазание, потому что христиане – это помазание от Христа, которое наследуют люди, знающие Христа. И если мы в этом помазании живем, то чужое ермо нас не удержит. И различного рода коварные замыслы врага нас не застигнут врасплох, потому что есть тот, который сказал «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я твой Бог». 12 стих 55-го псалма «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек». Почему об этом говорит Давид? И что в его сердце он переживает в момент, когда говорит «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек». Он разговаривает сам с собой, он разговаривает со своей душой, он разговаривает со своим сердцем. Если мы не знаем, как записывались тогда тексты, но по крайней мере он точно знал, что он себя укрепляет. Он даже в некоторых псалмах говорил такие фразы «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Он сам с собой разговаривал. И дальше говорит «А я буду уповать на Господа, а я буду надеяться на Него, и я не постыжусь в уповании». Посмотрите, как важно себя укреплять, потому что у нас есть дух, есть душа, есть тело. Наш дух на связи с Богом – это нормальная или классическая картина, при которой Бог сотворил нас так, чтобы наш дух был всегда этой антенной или каналом, по которому течет информационное поле небес на землю. И оно попадает тогда в нашу душу, и мы можем уже свою душу приводить в порядок. И поэтому Давид сам с собой разговаривая, говорит «Из духа к душе, что унываешь ты, душа моя». И поэтому здесь он говорит «В Боге, вернее, на Бога уповаю, не убоюсь». То есть он сам себя проверяет, что сделает не человек. Потому что все страхи связаны с людьми, которые наполнены коварством, наполнены неожиданными опасностями, либо действиями. И поэтому, когда мы не знаем, как себя поведет человек тот или иной, во власть имеющей позиции, либо просто где-то из-под тяжка, либо даже друг, который может оказаться не совсем друг, ну и так далее. Вот тогда, когда Давид понимал, что люди его окружают разные, то он говорит «А я на Бога уповаю». И вот это упование, что «Я не буду бояться, я не буду бояться человека, я не буду бояться того, что меня может где-то кто-то уловить, а я буду с Богом об этом говорить, а он все нейтрализует». Я предлагаю вам занять такую же позицию. Небесный Отец, мы принимаем решение встать вот в эту позицию Давида и сказать те слова, что «Я не убоюсь, я буду уповать на Бога, и Господь знает, как меня избавить, что сделает мне человек». И поэтому я прошу Тебя, Господи, где какие замыслы у врага и уже навязаны людям, чтобы они их осуществили. Пройди по всем кабинетам. Потому что Ты сказал о Своем народе, Ты запрещал о них царям, когда они были малы числом. Поэтому и о нас запрети всякой опасности приходить в нашу жизнь, потому что есть Господь царствующий, есть Твоя сила воскресения, есть Твои обетования в нашей жизни, и мы все это хотим применить на практике, уповая на Тебя. И в данном случае вместе с Давидом на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. А Ты, Господь, защита и днем, и ночью, и утром, и вечером, во всех обстоятельствах. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова